Международный опыт Международный опыт Международный опыт Международный опыт Поэтому мы очень расстроены результатом вчерашней игры. Но, как я и говорил на пресс-конференции, что было ряд положительных моментов. Многие игроки себя проявили с хорошей стороны. Многие взяли на себя лидерские позиции. В принципе, у команды была игра, была скорость, была нацеленность на победу. Но удаление необязательно, которое объясняем игрокам. Мы говорим это опять-таки к тому опыту, который они должны приобрести, что на этом уровне любое удаление, вероятность пропущенного года очень высокая. Любая ошибка – это уже серьезный влияет на результат. Поэтому это тот опыт, который игроки должны получить. И чем быстрее они начнут исправлять себя, исправлять команды, есть тем больше шансов они стать хорошим игроком. Именно топ-уровни. И так хорошие игроки, вы поймите, я говорю уже о другом, о международном уровне. Для игроков уровня сборной уже жесткими кандидатами, не в чемпионат, а в чемпионат, а в чемпионат. Как вы говорили, многие игроки провели свои последние матчи, как правило, 4 ноября. Собрались, прилетели сюда. Сейчас у команды шикарные условия для восстановления. Можем ли ожидать того, что завтра команда будет в более свежем виде? Ну, вы знаете, давайте так скажем. Вы немножко не понимаете, когда они постоянно летают, играют. И здесь всего, они вчера уснули у нас в Москву, если так взять, мы приехали в гостиницу в 12 часов. После игры игроки в 2-3 часа ночи засыпают, но это все равно полубессонная ночь. Сегодня день на восстановление, завтра, сейчас дня опять игра. Поэтому это рутина такая, которая идет день за днем. И эти условия, они помогают игрокам восстановиться. Ну, что явно они отдохнувшие, вот такие свежие будут. Нет, но мы делаем все возможное и тренировками, и восстановлением, чтобы они были готовы к защитникам. Изменениями поделитесь? Ну, будет ряд игроков. Ярославская тройка сзади, завтра. Кто стоит перед ворота? Попков. Почему Попков? В Чехове был более напряженный проект, там Сомолева, кстати, Молодого. Вы знаете, мы идем сейчас от игры к игре, в первую очередь. Поэтому это уже план, который был запланирован, и мы решили, что нашел будет игроков. Сборная? Остальные клубные тройки, которые вчера были, циста, допустим, они останутся? Давайте дождемся, зависит от всего игроков, все тренировка будет. Поэтому какие-то сочетания останутся, да. В основном тройки и остались, да. В основном тройки все остались. Шведов новый тренер, да, что-то он привнес, изменил, изменялся. Вы знаете, буду честен, не все видел, еще даже вот сейчас, тут мы приступаем к тренерскому штабу, к анализу сборной Швеции, вчерашней игры с Чехом. Поэтому сейчас, ну, на самом деле, Горковлева давно знаем, мы знаем, что от него ждать, в принципе. Играющий человек, да и в сборной Швеции всегда хорошо катаешься, любящий контроль шайбы, играющий команд. Система тоже остается. Да, я думаю, что кардинально ни у кого ничего не меняется. Особенно вот у финнов, это система. У шведов тоже самое, да и мы стараемся держать. Хотя у нас, вы поймите, у нас в лиге работают тренеры из разных формаций, из разных систем у нас есть. Разные тренеры. Поэтому именно наша лига, одна команда играет в один хоккей, вторая команда играет в один хоккей, в третий, в третий. Вот, поэтому их сложнее, наверное, всего собрать, когда финская лига играет приблизительно в одном направлении. Канадцы играют в одном шведов, играет в одном, легче собрать в одном. А у нас, что-то, из всех национальностей тренеры работают, поэтому они прибивают свой хоккей. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Но я думаю, что он и будет стоять. Играть. Играть? Да. Пускай стоит. Пусть играть. Почему Ставшенького выбрали в качестве помощника? Ну, вы знаете, на самом деле он давно работает. Он в Атланте, в Локомотиве работал. И сейчас он хорошую работу проводит, видит. Еще надо учесть, что он работал у нас до этого в сборной до 17 лет, в сборной в Олимпийской. И проделал... Это незаметная работа, которую он делал там, но которую он делал сейчас и здесь. Поэтому... Давайте еще раз. Вчера в Мактаве ждал интервью. Согласен? Я прочитал. Согласен? Так и есть все? Да, так и есть. Вы тоже в Молдональдс? Нет, в Молдональдс я не ездил. У меня семья была там, поэтому было кому-то так. Нет, в том смысле, что... Как вас уволили? А, как меня уволили? Вам доказаться, да? Честно, Рахтек? Ну, на самом деле, я знал накануне, что уже велись разговоры с Дмитрием квартальным. Поэтому, узнав об этом, я просто позвонил и сказал, давайте уже сразу новый тренер заступить на Доросу. Мы в Москве должны были играть с Динамо, я готовил команду на него. Узнав об этом, я сказал, давайте... Мы не живем в прошлом, Алексей. Да, и решили просто так. Приехал Дмитрий в гостиницу, я ему рассказал о команде, рассказал обо всем, как она готова, что она делала, передал дела, поехал домой. Окей, давайте по сборной. Да, давайте, Лыч, поговорим о делах прошлых. Давайте, Лыч, в будущем. Как вы узнали, что сборную назначили? Меня назначили, предложили, позвонили, предложили, согласился. В принципе, все просто здесь. Я же уже был в штабе сборной, поэтому... Ожидали? Таких вещей не ожидаешь никогда. Зарпат вас ждет? Да. Так, практически не вас... Может быть, да, больше... Давайте про хоккей немножко. На самом деле, вопрос много, и ребят молодых много. И почему они, и за что они здесь, и что от них мы ждем, и что вообще мы ждем от этой сборной. Конечно. В предыдущие годы в сборной было много игроков, которые в клубах играли, пусть и в сильных очень клубах, в третьем, четвертом, извини, и ту же роль упал в сборной. Вы, как видите, в принципе, концепция будет такая же, или будете стараться делать, чтобы четыре максимально атакующих играющих земляне? Ну, на данный момент у нас, я считаю, четыре атакующих земляне. На данный момент, да. Вот на данный момент сейчас у нас и проблема небольшая возникает, потому что в команде, в нашей сборной сейчас, вот вчерашняя игра, было ровно шесть человек, кто играет в своих клубах Минч Торн. Я говорю про нападающих. По завтрашнему составу, ну, мы все еще прикинем, все до конца, может получиться и того Минча. Поэтому здесь вот это приходится учитывать, когда будет уже какой-то официальный турнир, наимен, официальный чемпионат Минча. Учитывать это приходится, кто умеет играть. Это же важный момент, посмотрите, как соперника разыграет большинство. Любая ошибка с Минчаством, она червяла уже про обычный клуб. Поэтому важно еще учитывать, понимаете, вот вчера у нас было 5 на 3, игра 5 на 3 в формате, правильно? А вы можете сказать, что вот из этих ребят, кто играет в своих клубах 5 на 3? Честно говоря, 5 на 3 такая не очень стандартная ситуация. Нет, нет, она стандартная. Она бывает раз в игру, как правило, бывает. И кто у нас в своих клубах играет 5 на 3? Из этих книг, кто не играет. У нас ситуация вчера такая. Поэтому наша задача, я вам опять повторяюсь, готовить этих игроков. И на этом уровне готовить. И давать им возможность играть, чтобы они набирались этого опыта и добивались результата. Вот смотрите, вот, например, возьмем на примере вот Вадима Шибачева. Он в клубе сейчас играет и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах. Но при этом есть игроки, которые в меньшинстве, ну, очевидно, играют по-русски, чем... Вот вы какого игрока выберете, если вот так, ну, условно сопоставить, а условно для Шибачева, не обязательно его, который может и больше в атаке привнести? Нет, вы знаете, если игрок играет и хорошо и в атаке в обороне, а второй игрок играет только в обороне, и они равносильны в этом именно компоненте, то, конечно, игрок... Нет, не равносильны, а тот, который только в обороне, играет лучше в обороне, но хуже в атаке. Ну, знаете, надо смотреть тогда в общую команду, что, кто может лучше делать. Если, понимаете, есть игрок, как бы сказать, а-ля Шибачев, но не будем называть именно его, что он чуть-чуть вроде в атаке и чуть-чуть в обороне, то тогда вот этот полумир, он иногда хуже бывает, чем брать игрока чистого, кто играет надежно в обороне и чистого, кто играет очень хорошо в атаке. Нормально такой человек? Да, да. А то, может, непонятно. Поэтому, вот я сказал про численные неравенства, также вот сбрасывание, например, центральное нападающее, мы коснулись. Тоже вот мы же ведем центральную всю игру, и когда включаются, случаются последние минуты в игре, мы уже определяем, какой из центральных может сыграть чисто на сбрасывание, должен выиграть сбрасывание или в своей зоне, или в чужой зоне. И опять-таки, здесь, вот вы сказали про роль центральную, у нас нет такого гренадера, который 100% мы знаем выиграет. Да, все равно Кронолухов один из лучших голубов на этом компоненте, поэтому мы выбирали. Приходится все учитывать. И почему я сказал, эти игроки должны здесь играть сейчас, и набираться опыта, и приносить результат для сбора. Только так мы получим эти игры. В общем, кого можете отметить из центральных нападающих? А вы скажите, кто у нас играет в первых деньгах из центральных? У нас в России. Шапачев. Шапачев. И кто еще? Ну, еще кого-то назовите. Лехти. Лехти. Кимбанин. Каскерант. Нет, ну, назовите, вот вы сами задаете вопрос. А, Шапачев. Качев. Качев, хорошо. Два. Вот об этом и начал я разбираться. Серьезно, Григоренко может играть? Может играть. Вы мне говорите, кто играет? А вы, кстати, Григоренко, можете играть или идти? О, вы знаете, это человек, который может закрыть любую позицию. Он может и справа, и слева, и меньше, и в большинстве, и в центре, и сбрасывая, сыграть, и бросить поворот. Вот такие же сами игроки. И Зернов трамбует. Ну, Зернов-то уже встал. Ну, Зернов, да, мы набираем, понимаете, по крупицам. Я бы не случайно вам сказал, что вот это сейчас, ну, не перестройка, но привлечение этих всех ребят, это необходимость. Необходимость и потребность сейчас у этих игроков. Центральные нападающие защитники, они должны сейчас набираться. Они должны получать игроков, выбор получать из игроков. Почему такая ситуация? Плохо у нас школа работает с защитниками? Ну, на данный момент сейчас Федерация Хоккей России регулярно, на регулярном отстое проводят сборы защитников. Они, поверьте, они такие недельные, а то и несколько недельные, они очень квалифицированные. Игроки стали получать большой опыт. И это начинается уже с 14 лет, игроков начали. Мы увидели проблему несколько лет назад и стали ее справлять. Но смотрите, что у нас происходит в детском хоккее. Защита кто у нас идет? Самые медленные, кто самые большие. Поэтому первые идут все люди, кто хочет забить игру. Поэтому они становятся, как правило, нападающими. Дальше идет определение, кем он, там, чистый снайпер или плеймейкер. На самом деле, очень мало сейчас игровых упражнений, игровых, там, знаете, разных футбола, баскетбола. Поэтому и центральные, наверное, плохо стали развиваться и получаться. Потому что все заточено на какие-то конкретные, там, обводка, бросок, забивание. Поэтому больше получаются крайние нападающие, выходя из детского хоккея. Раньше мы, вернее, все там, из советского хоккея, кто выходил, очень много играли в разные виды спорта. Поэтому мышление было немножко другое. Центральный нападающий, это, во-первых, тот человек, который должен связать всю петерку защитников с нападающими и вести игру с венами. Поэтому, наверное, их сейчас нет. Но эту ситуацию тоже мы видим. И федерации, и детские школы, и молодые команды, они понимают и пытаются исправить. Таким образом, как я сказал, для защитников проводятся отдельные сборы. Внедряться в центр философии. В первую очередь философии развития заданий тренером, убирать результат сиюминутный в детском хоккее, развивать игроков, не затачивать их под конкретно, на рельсы, скажем так, не ставить, а развивать игроков. Это федеральная программа развития игроков у нас такая существует. Она начинается, по-моему, с 7-летнего возраста и идет уже к молодежной команде. Там все прописано, написано. И требования к тренеромскому персоналу по бору упражнений. Центральный нападающий – это самая направленная позиция. Что еще? Уедут в Америку. Пускай выезжают, в конце концов, что сделать, что они когда-то все равно вернутся. Поэтому мы должны все равно работать и готовить игроков. У нас большой пласт игроков, которые заслуживают внимания, которые нужно развивать. Нужно развивать. Ну, может быть, финны и доказали, что дело в сыгранности больше, чем в таланте отдельных игроков. Вы знаете, финны сели на сбор по советской системе перед тем чемпионатом. Они около месяца сидели на сборе. Они подготовили эту команду очень хорошо. Мы вот надергали игроков. Получается, все-таки, как хоккей-командная игра, может быть, стоит отдать предпочтение, принуться на общественное мнение, которое говорит, что Овечкин. Овечкин больше для тех людей, которые любители больше. Ну, давайте, знаете, давайте дождемся чемпионата мира и уже по факту будем смотреть. Во-первых, не факт, что Овечкин будет свободен, если на Овечкин. Во-вторых, надо будет смотреть, что у нас здесь получается. Опять, вот, знаете, перед каждым чемпионатом мира мы смотрим, кто травмирует, кто в каком состоянии, кто готов приехать, у кого по-траве. Знаете, сколько людей снимается сами? Мы всегда держим до самого последнего момента места под каких-то, даже непонятно под каких, но НХЛ. Нет, вы знаете, мы же тоже, если бы у нас были игроки, которые мы знаем, ну, например, игрок А из НХЛ, потенциальный, который может приехать, и игрок Б, который еще не заявлен, который основная масса основных игроков уже заявлен на чемпионат мира. И вот сравниваешь уровень двух игроков уже, и тогда понимаешь, просто принимаешь решение окончательно. Оно не всегда у нас, кстати, поверьте, идет в пользу НХЛ, поэтому мы очень часто выбираем игроков, которые у нас под рукой, которых мы видим. Говорили, что следите за НХЛ, пусть мы признали лучшим игроковом, чемпионат России по итогам прошлого сезона. Есть ли понимание, почему это не очень получается, хотя сегодня забросил шайб, не беспокоит ли вообще на этот класс? Ну, он забросил уже четыре шайба, играя по 12 минут, умудряется это сделать, притом знает Никиту, что он, да, мастер задневания, но ему нужно постоянно быть в игромом призме, в игромом тонности, я понимаю, как ему тяжело. Но мы с ним разговаривали перед отъездом, он знает свою проблему, что ему нужно больше двигаться, движение, двигаться и отработка ворон. Это первое, что требует тренер НХЛ, это не секрет, не случайно мы его переводили на правый фланг, думали, что он справа руки будет принимать шайбу и в движении ему будет это легче делать. Это то, о чем мы с ним говорим перед отъездом. Он знает это прекрасно. Ну, а перевод на правый фланг, вы можете? Ну, здесь тяжело о чем-то говорить. Я могу говорить свое видение, я могу говорить, чтобы я делал, но есть североамериканские коллеги, которые не видят его, например, на определенных ролях, видят больше военные достатки, не знают возможного его достоинства, поэтому тяжело осуждать. Есть тренер у Нью-Джерси, у него есть свое видение, поэтому игроков. Я могу сказать, я же не могу ему посоветовать, наверняка ему советовать, я знаю, что генеральный менеджер очень хорошо относится к Никите, не случайно поможет и генеральный менеджер, сейчас на лавке там находится. Наверное, какие-то подсказки, но есть тренер, который все равно отвечает за результаты. С вашим видением оно не совпадает? Вы знаете, в отдельных, то, что я сказал по движению Никите, однозначно ему надо добавлять, если он хочет играть в анхайл, он должен быстрее двигаться, потому что это быстрая лига, очень быстрая лига, жесткая, быстрая лига, он здесь в этом плане немного отстает. В плане голевого чутя, конечно, он уникальный хоккеист, он находит моменты, как я сказал, уже играет по 12 минут, он умудряется забивать голы и создавать моменты, иногда своими передачами, потенциальные моменты, как он сам сказал, создавать. Поэтому, а иногда для него, когда ты ему доверяешь, иногда, несмотря на то, что он иногда плохо где-то дорабатывает, он оправдывает свой алонс. Поэтому тяжело говорить. Еще другой момент, наверное, в арсенале у тренера, там другие игроки высокого уровня тоже, которые он может использовать в первых зрениях. А вот вы сказали, что вы в выходе из советского хоккея играли в другие игры, и у вас за счет этого интеллект в хоккее был немножко выше, допустим, чем сегодня, из-за того, что сегодня только в хоккее играют. Вот какие виды спорта вы бы ввели, не знаю, обязательными? Вот как это? Ну, давайте так, я вам скажу. Раньше, во-первых, начнем, как обычно, что не было ни смартфонов, не было ни игр, не было ничего. И чем занимались дети? На улице играли в любые виды спорта. В любые виды спорта. Баскетбол, футбол, ну, волейбол редко играли. Баскетбол, ну, все, что угодно, связанное с мячиком, там, разных игр было полно. Играли двор на двор. Да, я, наверное, такие вещи, которые все знают, прекрасно, двор на двор, во дворе постоянно приходишь в школу, там, если зима, то это на каток. Посмотрите, сколько времени проводили. Я сын просто, я говорю, 14 лет, я знаю тему изнутри. Поэтому он тренирует сейчас, вот у него в Питере, час 15 льда и 45 минут УФБ. В общей сложности 2 часа у него. Что было у нас? У нас было полтора часа льда, плюс часа два с половиной на улице индивидуальной работы. Если зима, это был лед, если лето, это был футбол, но это все равно, это заменяет и УФБ, занимает дополнительную работу на руки, дополнительные тренировки, дополнительное развитие. Поэтому я разговаривал со многими детскими тренерами, поверьте, те люди, там, с Бирюковым, например, Александром Викторовичем, который выпустил Бурей, Петровым, там, несколько поколений хоккеистов хороших, так он русским языком говорит, что молодежь сейчас не дорабатывает на тренировках, не хватает им времени, вот именно уступает по тренировке, по часам, тренировочным часам в сезон советского периода, поэтому вот этого не хватает. И то, что красается мышление, да, играли во все виды спорта, поэтому это было развитие, не просто, как сейчас, там, если идем на тренировку, там, бросковая тренировка, просто бросаем шаг, вошли играть в баскетбол, волейбол, футбол, сейчас флорбол, раньше играли просто мячиком и клюшкой на асфальте. Такие виды спорта, они помогают развиваться, все равно командные виды спорта, где ты должен отдать, открыться, иметь хоккейное, спортивное мышление, как победить соперника за счет чего. В конце концов, на базе, когда мы сидели, было всегда шахматы, нарды и все эти интеллектуальные игры. Это все равно помогало в общем развитии игрока.